Хочу в тюрьму. Житель Саратовской области Владимир Дмитриев пытается убедить правоохранительные органы в том, что он совершил убийство. Произошло это якобы 6 лет назад на квартире у приятеля, который теперь и отбывает наказание. Суд отправил мужчину за решетку на 11 лет. В этой запутанной ситуации пыталась разобраться Анна Головчинская. Она у нас сейчас в студии. Ань, ну как так получилось, что убил один, а наказание отбывает другой? Ситуация была такая. Они втроем с приятелем, Владимир Дмитриев, приятель и его девушка, выпивали. Выпивали, я так понимаю, достаточно хорошо. В какой-то момент приятель Владимира Сергей уснул, а девушка начала выяснять отношения. По словам Дмитриева, она первая взялась за нож, сначала набросилась на Владимира с кулаками, а потом уже с ножом. Владимир оборонялся, схватил ее за руку и нанес несколько ранений в шею, задев вену. Позже женщина скончалась от потери крови. Когда он увидел, что произошло, Владимир, как он говорит, испугался, убежал, уехал домой в Маркс. И о том, что вместо него сел приятель, он узнал только через полгода. Так что пороги правоохранительных органов он отбивает еще с 2009 года. У меня, как у нормального человека, есть совесть. Во-вторых, чем ближе к кончанию срока мы с Сергеем были в режиме. В конце концов, он когда-то выйдет. Я не знаю, как смотреть ему в глаза. Он сидит, и я здесь. Неужели никому не нужна явка с повинной? Ну, здесь не все так просто. И в следственном комитете, в прокуратуре, куда обращался Владимир Дмитриев, ему не поверили. Они сказали, что он асоциальный элемент. И якобы ему, скорее всего, заплатили за то, чтобы он отсидел за чужое преступление. Но правозащитники считают, что дело тут совершенно в другом. Если вскроется вот эта судебная ошибка, то кому-то придется ответить. Полетят головы. Полетят головы, кого-то снимут погоны, придется заплатить компенсацию. В общем, придется отвечать и суду, и следствию, и прокуратуре. Я поставлю судебную практику России и Запада. На Западе профессиональные судьи выносят в сфере уголовного судопроизводства оправдательные приговора, которые составляют порядка 20%. На Западе. В Америке 25%. У нас 0,5%. То есть практически 0%. Так что Владимир Дмитриев написал письмо президенту с просьбой помочь ему сесть в тюрьму и отпустить невиновного человека. Он надеется, что после обращения в такую инстанцию наши правоохранительные органы начнут шевелиться и снова рассмотрят это дело. Ну что ж, посмотрим. Спасибо. Это была Анна Головчинская с подробностями беспрецедентной истории о том, как саратовец убеждает правоохранительные органы посадить его в тюрьму.